Музыка Музыка Просто сразу подлетело, есть. Ух ты, вот это хорошее. Вот это хорошее. Фрикцион выматывает. Музыка Всех приветствую, друзья. Всем доброе утро. Находимся в Якутии, продолжаем нашу рыбалку. Значит, сейчас вот такой сбор здесь в палатке. Всем привет, доброе утро. Димас пришел, пацаны готовятся к предстоящему дню. Что сегодня, кто что ловит? Я на Эльму. Я на Амура заряжусь. Я за Кижучим пойду. Ром, ты что? А я скромно щуку палатки просижу. Я колбасу. Вот это, я понимаю, да. Вот так вот, короче, все готовы. Выходим на лед, там уже расцвело. Хорошо сегодня еще и погодка классная, безветренная. Поснимаем подводные кадры, половим, я думаю, щуку. Так что, погнали. Ох, какое сегодня утро вообще прекрасное просто. Смотрите, дровишки вот наши, быт, окуней разложили. Замерзает теперь вот целые санки. Причем это же не только сверху, а вон там еще слоями они лежат. Не дали, сколько мы наловили рыбы, а? Это все за вчера. Печки потихоньку топятся. Ветра нет. Вообще классно, да, когда ветра нет, Слав? Ну, пока, да. Нифига ты там, Слав, раскочегарил. Дым столбом. Так, пока, пацаны, там все еще сидят в палаточке. Сейчас быстренько щук натягаем. Жерлицу Федорова проверю. Да, и подзамерзла вода вчера, которая вышла. Просто кайф. Прихватилась прям вся вода, которая вчера вышла на лед. Побратки шли, прям затопило здесь береговую линию. Так, ну сейчас хочу в первую очередь набурить лунки возле берега и половить щук на вибы. Я думаю, утром она должна быть активная. Будем сейчас проверять-то. Вчера у Демаса взял новую расцветку Вагнер Виба. Новинку этого сезона. Вот такой вот яркий кислотный цвет. Ну, сейчас с него и начнем. Пробовать как раз по щуку. Да и окнень вчера тоже плевал на такие цвета. Ну, давай, дружок. Ух ты, промахнулась. Смотрите, есть. Есть, ребята. Это первая поклевка. Первая щупакабра. Сразу же. Моментально. В первой лунке. Ну, такая вот она здесь вся маленькая. Вернее, есть, конечно, крупные экземпляры. Просто вот стандартные такие. Щулькенцы клюют. Вообще классно. Прилетело просто там пару качаний и бам! Только сразу с ходу, без разбору, всадила. Так, больше здесь щучек не плавало, поэтому переходим на следующую лунку. И вот так вот потихонечку будем искать, перемещаться туда-сюда. Щука всегда, если активная есть, она сразу и клюет. Опа! Акушарик подлетел. Первый окунь сегодняшнего дня, ребятушки. Тоже хорошо. Красавец! Ну, он прям активно сразу такой щёлк. И есть. Ну, а чука, видите, подходит. Но что-то пока стесняется. Нормально атаковать. Вот поймал одну щуку здесь. Ещё несколько вылетало там за приманкой. Ну, вы сами всё видели. Но они атаковали нормально. Сейчас иду под тот берег. Метров сколько до туда? Ну, метров 400. Вот, там говорят, что щуки больше, поэтому погнали. Вот она есть! Такая же щукенция. Тут вот Рома рядом, там Женёк. Короче, мы здесь щучье логово нашли. Ух ты, вон она ещё раз. Смотрите, только Вип опустился. Она промахнулась и в Ил ударилась. Да ещё такая нормальная. Она стоит, сейчас поймаю. Давай. Атакуй. У неё полный рот Ила. Есть! Ах, сорвалась! Сорвалась! Ну, не, вы видели эту картину? Это просто жесть! Она ударилась, выл, воткнулась, наелась его там, потом стояла, выплюнула и сразу по Випу, бам! Просто! Мутняк он какой сделал. Вот это суетная здесь щука, конечно. Ух ты, акуня подлетели! Ёппересетэ! Смотрите, что они там вытворяют. Бам! Есть! Мимо! Давай, атакуйшин делай. Это жесть вообще! Есть! Акушара теперь... Всё, следующая щука, значит, будет... Ну, рассветка, короче, косит, ребят. Ну, это классический тайгер, по идее. Только более яркий и с оранжевой спинкой. Классная рассветка, интересная. И, в принципе, под любую рыбу, под любые задачи. Вон, Рома, сразу. Просто в другую щуку делает пара щука есть. Хвостом. Давай! Клюй! Хорошая плавает! Хорошая! На ложку сейчас поймаю. О, какая ложечка. Вот она, на блесну сразу, ребят. Просто сразу подлетела, есть. Ух ты! Вот это хорошее! Вот это хорошее! Фрикцион выматывает. О, ребята! Да я рекордсмен! Сейчас буду. На шлунку не пролазит. Ё-моё! Ё-моё! Фрикцион отрабатывает. О, вот же она! Красавица! Килограмма два. Чем-то даже. У-ху! На ложку-то прёт. На ложку? Она просто лупанула. Вот она. Только опустил. Бам! А, жесть! Всё, продолжаем ловить на ложку. Кстати, я её у Баттера брал. Я помню, как-то зашёл к нему. Ещё по открытой воде он говорит. Блесна офигенная! Просто ложка, говорит. А я когда маленький был, делал в деревне. Блёсинки такие, но я их делал как вертушки. А эта колебалочка, она как раз лёгенькая. Здесь глубина небольшая, она хорошо планирует так. И хвостик красный дополнительно. И всё супер вообще. Промахнулась. Сейчас бахнет. Опять промахнулась. Бахнет сейчас. Есть! Есть! Вот, вот это я понимаю, Якутия. Просто с одной лунки клюют щуки одна за другой, ребят. Ложка решает чё. он целое стадо окуней пришло сейчас будут долбить но они как-то наблеснул все равно не так активно клюют хотя вот видите сейчас подлетают некоторые активные и прям бьют и раззадорились они раззадорились ух ты сошел блин акуня такие здесь крупные есть да и причем это один из самых маленьких там у меня клюнул плавают вообще хорошие и расцветка у него другая встретились черные более глубина метра полтора наверное совсем мелко блесну даже он видно прямо слонки сверху да и куни наверно видно будет муки кабанчики а приплыли щука видимо отошла кабаны приплыли опа есть щечка такие здесь более-менее нормальные кстати клюют грамм 700 800 тоже на ложку бахнула это рабочая блесна вля я получается ловил здесь от сейчас переместился чуть-чуть тут уже снежок а такой ковер из травы как вы можете заметить и здесь и окуни плавают и щуки тоже вот вся рыба тусуется правда окуни не особо активно клюют на блесну что-то она им не привлекательная кажется они больше вот на вибы реагируют а щуки прям на блесну хорошо идут но это классика в принципе здесь я всю жизнь все на блеснутое ловили ну ложка конечно мощно отработала так но которая до этого ловил сотом размере раньше вид хорошо окуни на него брали вот видите сразу окунь сразу берет в лесну по вибы то есть сразу кабаняра это да смотрите какой красивый ну грамм 500 играет они на вибы прям офигенно клюют в данном случае 100 range яркий мне кажется их тут прям под лункой можно ловить он опять горбач подлетел сейчас бахнет есть ах ты сорвался но только не ровно по локоть ну-ка роман красавцы на блесну вообще не охотно а на вип он подлетает прям да интересно да она вибрацию там прям летит в него она она не видимо виб как бы больше нравится его вот это положение возможно как рыбка но его больше привлекает и больше ну как бы на атаку его провоцирует обрисован как-то так не особо но хотя он интересуется и но именно не клюет делать вот глаз подсадку делаешь они начинают плевать либо например что-нибудь красную тряпку подсадить тоже будет плевать ну вот такая рыбалочка погнали дальше вот она уго ого ого сразу как потянула в свеженькой лунке щучка видели как она сразу начала сопротивляться мощно вообще офигеть офигеть рыбалка сумасшедшая сегодня как и планировали утром об этом разговаривали то что сегодня ловим щуку ну вот она и клюет мы нашли протопали от лагеря метров 600 700 наверно и нашли классно еще с жестким хлыстом вообще кайф ощущения хорошие такие еще одна акушара огромный и мои не пролазит лунку почти как щука кабанела свете ну ребят вот такую я рыбалку в якутии представлял огромные окуня щуки на блесна это прям очень круто очень радостно скоро еще за налимом поедем пока еще пару девяков на этом озере побудем вокруг красота еще сегодня солнышко погода такая хорошая морознее но солнце светит ветра нету прям вот зима зимой кайф в костюме кстати говоря очень комфортно костюм нравится поэтому в описании оставляю на него ссылку ребят переходите смотрите костюм до минус 50 ну пока 50 конечно не было это уже дом испытаем по такому мощного мороза там 30 35 градусов но пятнашка держится рыбачим серия новых лунок ближе глубине потому что там кивать перестала и нас возникла мысль о том что рыба ушла поглубже о окушок бьет уже хорошо есть иди сюда дорогой мой друг неплохой неплохой но весь уже глубина метра под два первые дни мы ловили вообще на двух с половиной примерно на сегодняшнее утро видите щука под берег ушла под траву на миляк и сейчас все таки двигается в сторону глубины я думаю ну и окуни здесь же есть кабанчик ну чем можно сказать ребят поиск всегда дает результат какой бы он там ни был ты либо находишь рыбу и долбишь ее либо ничего ты не находишь но зато знаешь что ее там нет поэтому поиск это важно даже тут казалось бы да якутия озера полные рыбы но мы проходим достаточно хорошее расстояние прежде чем найти ее используем разные приманки проводим какой-то анализ утром там рыбачим вечером здесь рыбачим и поэтому получается такой хороший результат если бы сидели там на одном месте где-нибудь возле лагеря результата бы никакого и не было в любом случае это рыбалка это не так все просто сел и наловил лайки нас вон там вообще где-то стоит в лесу далеко отсюда натопаем сюда потом рыбу еще мешками тащим обратно ну чё же у них лет слабенько да я уж то что колонок прошел это кого-то сместилась ну и шрома туда ушел на глубину тоже тишина у него по паре окуне сломки так лет щука вообще пропала уже хорошенько поймал говорю но моя тоже думаю задвушка у вас копейка кажется кило 600 не больше давай давай 800 кило 900 ты говоришь за двушка да ну двушка ну вот чуть за двушка у тебя изначальный прогноз был кило 600 ну я сейчас уточнил куда-то все хорошо по джавру суй нифига себе весы врут да я не может кило 300 весить они это я когда брал они еще по нулям не стали ну да вот теперь более право на правду положится пицца я же говорил все вопросов не имеют ну значит уже никогда 2200 хорошая но на утром вид клевала прям мощно просто бам бам слунок двигаемся к лагерю покушаем фу подкрепимся а то устали уже рыбу ловить утром тем более такой жор мощный был все отловились вот мы с толпой идем сегодня прямо солнце светит ясно так солнечно хорошо посмотрим что там Слава приготовил вроде как обещалась уха но непонятно на обед или на вечер вот как мы догадывались слава приготовил уху ребята уже кушают наслаждаются горяченьким после мороза потому что сегодня давит нормально давит ничего как вам отлично вкусно а как все может быть по-другому да вот смотрите какая ухая щуки и окуня сначала окуню поварили вытащили и вот щука стейками нарезана вообще класс всем приятного аппетита ну че ребят я уже на льду отлично покушали чуть-чуть отдохнули теперь у нас вечерка вечерка предстоит я также поставил ложку продолжим рыбалку на нее потому что все должна выходить щука вот она сегодня у меня самую крупную щуку принесла кстати чайная ложка короче продолжим пока на тех же лунках завтра у нас по плану растаять жерлицы сегодня может пацаны вот поймает живца посмотрим ну или мы поймаем как получится и уду в ту сторону проверим обстановочку там может щука крупнее будет может толку не крупнее еще будет вот короче погнали пока ловить щук вечерних больших ну что я заметил кстати ложка играет прямо на любых подбросах и на самых минимальных и на высокоамплитудных игра у нее прям четкая не зря на нее как бы испокон веков и рыбачили эти как она валится хорошо аккуратно так опа опа есть щука ребят вот новенькая свежая лунка ах сорвалась блин блин в лунку уперлась к ничего плохая не плохая была еще и фрикцион сразу начала выматывать здесь конечно не как летом фрикцион бесшумный но тем не менее он отлично работает вот теперь окунь фига себе еще ледок в лунке в так на сделать почистить кстати рыбу отпускаем сказал что больше не нужна рыба насобирали быстренько ему окуньки хорошие клюют еще от обязательным моментом является наличие вот это вот красного хвостика на блесне вашей если красного хвостика не будет рыба будет клевать слабо это как раз является центром атаки особенно вот для окуня да и щука частенько не клюет без этого хвостика поэтому имейте ввиду если на блесна ловите я думаю многие уже знают то что без хвостика или там какой-нибудь тряпочки в лесна работает хуже поэтому нельзя упускать этот момент ну все короче проверил здесь еще береговую зону нету рыба пошла спать уже темнеть начинает поэтому идем к лагерю ребят идем к лагере ну и тусуемся там сейчас пацаны должны еще приехать демина с волковым они там на какое-то озеро на разведку ездили посмотрим чё разведали опа тропинку важно топтали уже не так скользит как было но печки даже коптятся пацаны приехали ну чё разведали за обе щёки вот такие караси там плавают не караси то там может и плавают касаемо караси то я думаю что они возможны паноптикс я не видел бафа да паноптикс там знаешь на метре столько разглядишь всего видно что подводует ну молодцы теперь знаем вот дровишки заготавливаем кстати на ночь да и сейчас в целом я взял чайник иду за водой набираем прям с озера это вчера сделал майну специально для этого короче у меня всегда каждый день миссия набирать в чайник воду вот там воду выдавила на льду под берегом видимо снега прибавляется и в лед давит чайник мощная не знаю литров пять точно есть вот майна моя поставил ветку какую выдолбил сейчас водичку наберем вот и готова говорят что вода чистая здесь что пьем мы славе доверяем что говорит делаем пацаны еще рыбачат они вообще отморозки какие-то вот она тропинка все раньше ступеньки сделали уже по темноте просто нереально было подыматься сейчас вот раз наступил раз наступил дым 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 все четко дошли до ребят взяли с собой мешки собираем рыбу славского всю забирать короче 45 мешков рыбы за сегодняшний день каждому по мешку